Здравствуйте, меня зовут Роксана Ривер, я бурлеск-артистка и резидентка Haunted Cat House. В обычное небурлескное время я работаю в магазине товаров для праздников продавцом. С бурлеском я впервые познакомилась в 2013 году, когда у моей любимой на тот момент группы вышел клип, в котором снималась Дита Фунтис. Там она была в образе красивой гламурной ковбойши на розовом быке, мне очень понравилось это зрелище. Я решила посмотреть вообще, кто такая Дита Фунтис, начала смотреть в интернете, нашла вконтакте группу, посвященную ей, подписалась и начала следить за ее творчеством, не вплотную, так сказать, но интересно было посмотреть, что она вообще делает и какие у нее есть еще номера. Ну, а сама решила я заниматься бурлеском после того, как в мае 2021 года я впервые попала на Гламазонс Шоу, увидела девочку с Катхауса на сцене и поняла, что я хочу так же, ну и в целом, наверное, я даже могу так же, если научусь. И на этом же шоу Радмила анонсировала набор в группу школы бурлеска. Я загорелась этой идеей и в июле уже начала свое обучение в школе бурлеска Хонтед Катхаус. Если считать с июля 2021 года, когда я начала свое обучение в школе бурлеска, получается, что бурлеском я занимаюсь уже больше двух лет. За эти два года, что я занимаюсь бурлеском, мне удалось поучаствовать в очень многих шоу, практически во всех шоу Хонтед Катхаус в Питере. Также я смогла поучаствовать в других шоу в Москве. У меня уже есть в копилочке несколько моих сольных бурлеск-номеров, а также одно трио и один дуэт. Также я успела поучаствовать в бурлеск-спектакле Алиса в стране бурлеск, который поставил Хонтед Катхаус и показал, к сожалению, всего три раза, но это было уникальное для России событие. Такого в России у нас еще не было. Любимым номером из моего репертуара, несомненно, я считаю, медсестру. Это мой знаковый номер, так сказать, моя визитная карточка. Именно по образу медсестры меня запоминают и узнают, и, наверное, настроение этого номера самое подходящее для того, чтобы описать то, как я ощущаю себя в бурлеске, мое такое амплуа, которое мне ближе всего, наверное, такая сексуальная женщина. Вот. И поэтому медсестру я люблю больше всего, и зрители ее любят тоже больше всего. Сейчас у меня на подходе номер про изму. Советница императора Куска из диснеевского мультфильма, фильма «Похождение императора». Это нердлеск номер, и я готовлю его к нашему специальному нердлеск-шоу. Дальнейших конкретных планов на номера у меня пока что нет, но я думаю, что нужно двигаться в направлении более классических и более коммерческих номеров, потому что все-таки бурлеск — это шоу-бизнес. И, конечно, хотелось бы, чтобы номера продавались и хоть немного окупались, хочется развиваться именно в карьерном плане. Поэтому я стремлюсь к тому, чтобы сделать свои костюмы, свои номера более точными, более роскошными, более красивыми. И, может быть, когда-нибудь это поможет мне выступать не только в России, но и на каких-то зарубежных площадках. Одной из любимых частей бурлеска для меня является создание сценических костюмов. По большей части я старалась сделать свои костюмы сама. Мне очень нравится рукодельничать, нравится шить, нравится изучать новые способы, как сделать какой-то реквизит или какой-то костюм, какую-то деталь костюма, что-то придумывать, смотреть, как другие делают и пытаться повторить. Для меня создание костюма для своего собственного бурлеск-номера — это медитация в какой-то степени и возможность в полной мере реализовать именно ту задумку, которую я изначально вкладываю в свой номер. Я знаю, что многие вдохновляются для своих номеров, изначально придумывая костюм, образ и только потом подбирая музыку, но лично я придумываю свои номера, начиная с музыки. Чаще всего я слышу какой-то трек, и он мне нравится, я понимаю, что я хочу сделать номер именно под этот трек, и уже тогда в голове я начинаю придумывать образ того, что бы это могло быть, что бы подошло под конкретно этот трек, и начинаю работать над номером именно с этой точки. Самая стрессовая ситуация для меня всегда премьера. Не знаю почему, но во время премьеры у меня всегда начинают подкашиваться ноги, мне всегда становится страшно, я ничего не понимаю, что вообще происходит и что я делаю на сцене, я просто молюсь, чтобы мое лицо не выглядело как лицо убийцы, и просто пытаюсь делать то, что я могу. Хотя на самом деле реально во время премьеры я вообще не соображаю, что происходит вокруг, я никого не вижу и ничего не слышу, просто двигаюсь в каком-то тумане. Но однажды была еще одна, можно сказать, стрессовая ситуация, когда я чуть не сломала ногу прямо перед выходом на сцену, это было в Москве на одном из шоу, не Haunted Cat House, а другом шоу, там очень неудобный выход на сцену из зала, и прямо с лестницы, и в темноте я находилась еще и в линзах в белых, потому что у меня в одном из моих номеров есть белые линзы, которые закрывают обзор, и вот в темноте, в этих белых линзах я спускаюсь в зал, когда начинается моя музыка, оступаюсь, делаю шаг вперед и кубрием вываливаюсь прямо в ноги к зрителям, это было максимально эффектное появление, такого эффектного появления в моих номерах еще не было никогда. На адреналине я, естественно, танцевала номер хорошо, вроде бы никаких помарок у меня не было критичных, но когда время подошло уже к поклону, я начала понимать, что ходить я могу с трудом, и в дальнейшем неделю я лежала и не двигала своей ногой, потому что ровно через неделю у меня было другое шоу, на котором мне нужно было выступать уже в туфлях на каблуках, и нога мне там была очень нужна. Так что вот такие вот бывают иногда курьезные ситуации, слава богу, ногу я тогда не сломала. Я обожаю Haunted Cat House, и вообще я считаю его своим вторым домом, своей второй семьей. Для меня это лучший коллектив, лучшие девочки, лучший продюсер. Я успела поучаствовать в других шоу, посмотреть, как работают другие продюсеры, и все молодцы, но лично я считаю, что Радмила лучший продюсер, бурлеска, по крайней мере, в России. И с ней работать всегда комфортнее всего. Она настоящий профессионал, с ней всегда надежна, и ты знаешь, что все будет хорошо в любом случае, поэтому Cat House просто любовь. Как мои родные относятся к тому, что я занимаюсь бурлеском? На самом деле, мои родные практически все знают, чем я занимаюсь, но они не вполне осознают, что такое бурлеск, ну, а я и не ввожу их, так сказать, в полный курс дела. Они не задаются никакими вопросами, потому что у меня есть театральное образование режиссерское, и большую часть своей жизни я посвятила сцене, поэтому для них я просто работаю по профессии, я им просто говорю, что вот я выступаю на сцене, у нас там шоу, спектакли, и эта информация вполне их устраивает, они не задают мне никаких лишних вопросов. Более конкретно и детально, что такое именно бурлеск, знает только моя двоюродная сестра, моя тетя, и совсем недавно, буквально пару дней назад, я рассказала об этом своему отцу, и в целом он отреагировал нормально на мое откровение, так сказать, хотя до этого он знал, что я занимаюсь бурлеском, просто не понимал, что это, и говорил цитата «Я не понимаю, мне не нравится то, чем ты занимаешься, но я не осуждаю». Спасибо. Ну а пару недель назад я ему показала отрывок из премьеры своего нового номера, и ему на самом деле даже понравилось, он сказал, что это очень красиво. Естественно, я ему не показала ничего, что было с раздеванием, только приличная часть, потому что тут уже конкретно я пока что не готова на такие откровения перед своим отцом, но в целом он меня поддержал, и это здорово, когда родные тебя поддерживают. Ну а те, кто не знают, ну и не надо им знать. Страшно ли мне было в первый раз раздеться на сцене? На самом деле не страшно. Опять же, это все благодаря тому, что у меня есть театральное образование, и за годы учебы в институте нас выдрессировали так, что когда ты выходишь на сцену, ты артист, и ты должен вести себя как артист, ты должен быть профессионалом и оставить все свои загоны и комплексы где-то за дверью, поэтому для меня выйти на сцену и раздеваться было абсолютно не страшно, а даже весело, и когда ты слышишь эту поддержку из зала, эти крики, эти аплодисменты, когда зритель любит тебя ровно с того момента, как ты вышел на сцену, страх вообще даже и не подступает к тебе. Перед каждым шоу главное, что я стараюсь сделать, это хотя бы немного, но выспаться. Я знаю, что многие артистки грешат тем, что стразят свои костюмы до упора, до 5-7 утра перед самим шоу, чтобы потом прийти у замученными и уставшими на площадку. Я знаю, что для меня это не сработает, поэтому я стараюсь так не делать и себе такого не позволять и хоть немного поспать, чтобы выдержать день шоу. Обычно это очень длинный день, и ты тратишь очень много энергии на подготовку к выступлению. Да, ты выступаешь всего 5 минут на сцене, ну или там 10-15, если у тебя несколько номеров, но именно времени на подготовку и сил на подготовку в день шоу уходит очень много, поэтому я понимаю, что мне нужна энергия и стараюсь выспаться, стараюсь утром проснуться, позавтракать, сделать себе обязательно масочку на лицо, чтобы увлажнить свою кожу, чтобы макияж красиво лег. И потом я начинаю краситься, собираться, стараюсь максимально сделать макияж себе дома, потому что на площадке, к сожалению, чаще всего не очень хорошие условия по свету и в целом не очень удобно. Ну, собственно, как-то так проходит мой утренний и дневной ритуал подготовки к шоу. Создание номера — это такой творческий, но при этом щепетильный процесс, и может уйти достаточно разное количество времени на создание разных номеров. Всё зависит от разных факторов, начиная от сложности костюма и заканчивая тем, насколько быстро ты хочешь воплотить свою идею в жизнь и насколько быстро этого требуют обстоятельства, если, допустим, ты готовишь новый номер к какому-то определенному шоу. У меня подготовка номера занимает в среднем от трёх до одного месяца. Это мало. Один месяц — это вообще настоящее сумасшествие, готовить номер в таких условиях, когда ты ничего не успеваешь, тебе нужно успевать репетировать и в то же время доделывать костюм. Я никому не советую так делать, но у меня почему-то иногда такое случается, когда я придумываю, что мне нужно сделать несколько премьер подряд и начинаю бежать со всех ног, пытаться всё успеть. Лучше, конечно, готовиться заранее, продумывать всё заранее, но творчество — оно на то и творчество. Ты никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства, когда придёт к тебе вдохновение, поэтому иногда бывает спешка, но в любом случае все номера, естественно, после премьеры дорабатываются, доводятся до ума и уже становятся полноценными произведениями. Помимо того, что я бурлеск-артистка, я также часто фотографирую шоу, конкретно шоу Кэтхауса, очень многие я снимала как фотограф, потому что фотография — это моя давняя любовь, особенно репортажная фотография, я очень много лет этим занимаюсь, и когда у меня появился такой шанс начать снимать бурлеск-шоу, я, конечно же, согласилась, потому что это репортаж, это шоу, это красивые женщины, а я очень люблю и ценю красивых женщин, поэтому я взялась за эту возможность и вот иногда этим промышляю, так сказать. Есть, конечно, свои особенности у съёмки, именно бурлеск-шоу, есть свои сложности, нужно постараться сделать так, чтобы каждая артистка выглядела в кадре очень хорошо, чтобы не было каких-то неудачных кадров, пост, чтобы всё-таки артистки себе нравились на фотографиях и смогли потом добавить эти фотографии к себе в аккаунты социальных сетей, в своё портфолио. Также бывает сложно со светом на площадке, потому что не весь свет, который хорош для сцены, он хорош для съёмки, и иногда вроде бы в зале смотрится картинка очень даже неплохо, но когда ты приходишь домой и начинаешь обрабатывать эти фотографии, это превращается в маленький филиал ада на земле. Я и так не большой фанат сидеть и обрабатывать фотографии часами, а обрабатывать фотографии с бурлеск-шоу это, конечно, то ещё удовольствие, но всё-таки результат он того стоит, я считаю. И я надеюсь, что мои фотографии нравятся другим девочкам, по крайней мере, они мне говорят, что им нравится, значит, я буду продолжать этим заниматься дальше. Начинающим артисткам я бы посоветовала в первую очередь постараться влиться в сообщество, постараться подписаться на как можно большее количество артисток в социальных сетях, на зарубежных, чтобы смотреть и перенимать какой-то опыт у них, потому что всё-таки за пределами России бурлеск гораздо более развит в Европе, в Австралии, в Америке, там артистки гораздо более высокого класса, потому что у них бурлеск это очень-очень давняя традиция, не так как у нас, у нас бурлеск это достаточно новый для нашей страны жанр. Поэтому очень полезно следить за зарубежным бурлеском сообществом, но и нужно никогда не забывать про российское бурлеск-сообщество, потому что сейчас оно у нас очень сильно разрастается, и очень полезно всегда держать нос по ветру, смотреть, что делают другие артистки, какие они используют образы, какую музыку, что они придумывают, чтобы не повторяться, чтобы понимать вообще в целом веяние того, какие сейчас номера актуальны для продюсеров, шоу, чтобы в целом просто быть в теме. Это всегда очень полезно, и это поможет развитию вашего творчества. Конечно же, нужно обязательно кайфовать, и все-таки стараться быть собой. Нужно привносить свои номера частичку себя, и несмотря на то, что я сказала ранее, что нужно смотреть, что сейчас актуально в бурлеске, все-таки нужно не забывать про индивидуальность и про уникальность того, чем вы занимаетесь. Ну и кайфовать, конечно же, от самого процесса, все-таки бурлеск это творчество, а творчеством нужно наслаждаться. Еще один совет начинающим артисткам ходите на живые шоу, ни одно видео, ни одни сторис в инстаграме никогда в жизни не заменят того опыта, который вы сможете получить, придя на живое шоу и увидя то, как артистки работают вживую. Поэтому очень важно не упускать этот момент и смотреть, приходить, как можно больше шоу, как можно больше заводить каких-то связей, знакомств и перенимать чужой опыт. Вообще, поход на бурлеск-шоу это во многом терапия для женщин. Для меня в свое время это стало терапией вообще бурлеск в целом, занятия бурлеском и поход на бурлеск-шоу и в дальнейшем я стала выступать, потому что, когда ты приходишь на бурлеск-шоу, когда ты видишь этих артисток абсолютно разных, абсолютно разных возрастов, абсолютно разных комплекций, абсолютно разных профессий, в общем, разных. И когда ты видишь это разнообразие на сцене, ты начинаешь понимать, что ты тоже можешь быть такой, какая ты есть, ты можешь быть разной, и это здорово, и это нормально, ты можешь просто наслаждаться собой, своей жизнью, как это делают артистки на сцене, это очень сильно повышает самооценку, это делает тебя свободнее и расширяет границы твоих взглядов на себя и на этот мир, поэтому я считаю, что ходить на бурлеск-шоу очень полезно, тем более у нас там такая энергетика, такой происходит ор в зале, что ты приходишь и просто напитываешься, ты напитываешься этой энергией и от артисток, и от зрительного зала ты чувствуешь себя спокойно, свободно в этом комьюнити людей, которые свободны в том, кто они, и в свободном выражении самих себя, и это очень здорово, особенно в такие не очень простые времена в нашей стране, когда у нас все под запретом, почувствовать себя свободным в таком обществе, это дорогого стоит. Ну и в заключении хочу сказать, любите себя, ходите на бурлеск, и когда-нибудь у нас с вами все будет просто замечательно. Встречаем Роксана Риве! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова